Человек совершенно правильно говорит. Какая разница, на каком языке ты будешь защищать Родину? Ну, какая разница? Почему люди должны платить за это штраф? Это абсурдная ситуация, которая создана специально, чтобы столкнуть людей. Вы же понимаете, это разделяет людей, и люди этим пользуются. Разделяя и влавство. И теперь получается так. У нас кто-то только на украинском языке, кто-то только-только на русском. И теперь у нас еще появилась третья составляющая временно оккупирующие территории. У нас теперь три разных лагеря. И каждый уже как-то отдельно. Он уже не украинец. Это специально делается. И вот правильно человек говорит. Делайте что-нибудь. Делать. Так давайте. Давайте делать что-то. Не продавать нашу страну за тысячу гривен, чтобы сходить на Майдан. Давайте объединяться. Я об этом постоянно всем говорю. Давайте объединимся. Мы же видим, что нас сейчас просто обманывают. Нас сталкивают лбами. И на этом только зарабатывают. У нас только, понимаете, с нас уже все содрали. Нам уже нечего, не за что купить, покушать. Пенсионерам нет пенсии. Мы там платим полтора процента. Это военный сбор. Мы за что только не платим. Мы сейчас, бюджет нас состоит отдать долги, отдать на армию и прокормить народных депутатов. А людям что? А людям мы видим сейчас. Наши слуги народа готовят срезание всех социальных выплат. Уже не будет никаких дотаций за коммуналку. Ничего не будет. Понимаете, мы последнее отдаем, чтобы наши олигархи заработали.